Душой к этому народу сразу. А потом уже позднее, прошли годы, и мне пришлось на политическом уровне заниматься этой проблемой. Вот что я могу сказать? То, что вклад российских немцев в историю, экономику, и в целом развитие нашего государства огромен, я думаю, его трудно переоценить. И случилось то, что случилось. Конечно, политическая реабилитация произошла, мы знаем, на политическом уровне. Извинились перед всеми народами, которые были репрессированы. Но почти 50%, более 50% выехало немцев. Вот я считаю, серьезная ошибка была того периода и последних лет советского времени. состояла в том, что мы не нашли правильных шагов, чтобы остановить этот отток. Для страны нашей это огромная потеря. Но что делать? Мне кажется, что сегодня наша задача главная состоит в том, чтобы, во-первых, хотя бы сохранить то, что осталось. Второе, конечно, российские немцы и в Германии себя чувствуют тоже неуютно. То есть есть тоска по родине в России. И мне представляется, надо вот эти вот два чувства и наше желание сохранить немцев, российских немцев, которые здесь проживают. и стремление тех немцев не терять эту свою родину. Использовать вот эту тягу с точки зрения экономики, модернизации, вот, в пользу нашей страны. Я вот, если позволите, хотела еще вернуться к тезису Густавича о нашей бикультурности и нашей, скажем так, биидентичности. У нас действительно, ну, исторически сложившаяся, если хотите, вот народ, который парадокс, вот, зарисовка из последней переписи населения, приходит переписчик и говорит, вы кто по национальности? Говорю, российский немец смотрит. И впал в ступор. Нет такой национальности. Есть русский, и есть немец. Вопрос. Вы один из участников составления пехотов. И нужно выбрать между русским и немцем. Значит, мы вот, родясь в Казахстане, знали, конечно, что мы немцы, да? Но я вот, например, как молодой человек, не знал всю историю своего народа. И узнал ее, как это ни странно, только в Германии, например. То есть, когда, ну, это действительно так, потому что, когда мы туда приехали, мы начали с этим сталкиваться. И вообще, я уже занимаюсь около 12 лет социальной работой, интеграцией российских немцев на территории Германии и так далее. Там много, масса всяких разных вопросов и так далее. Российские немцы прошли определенный свой эволюционный путь. И даже вот сейчас, находясь в Германии за вот эти вот, с 1990, вот эти вот 20-30 лет, мы тоже, так сказать, идем в ногу со временем. И сейчас, на данный момент, если говоря уже о том, что с Россией нас связывают, связывают очень много. Потому что вот если те ребята, когда я работаю с молодежью, те ребята, которые приехали, когда им было три годика, они вот отлично говорят на немецком языке, вообще просто, ну, это само собой понятно, потому что они его выучили как уже свой родной язык. Но когда они становятся старше, когда им становится 20, 21, 22, 23, они задумываются. А почему у меня вот, например, мама вот так, да? Почему папа? Откуда мои корни? И так далее. И они начинают понимать, кто они такие. И тянутся к русскому, и тянутся вот к этой русской идентичности. Потому что, проживая на территории Германии, мы очень заинтересованы в том, чтобы наши народы, наши государства были сплоченными, дружественными и так далее. И для этого есть масса программ. Это не только культура, да? Здесь есть и экономические, здесь есть и образовательные программы и так далее. Можно, вот, в первую очередь, к немцам здесь присутствующим, российскими, обращаясь? Я вообще не ожидал такого поворота разговора. Я вот чувствую, что вы сами как-то действительно скромно, слишком о себе заявляете. Извините, но только если взять литературу 19 века классическую, просто русский немец, российский немец, штольца я не говорю в облоге, это просто не только психологический тип, а это определенный литературный герой. И почти в каждом произведении есть один из самых... Герман в «Пиковой даме» – это немец у Пушкина. Гигантская культурная традиция. Русский француз – это скорее такой же карикатурный персонаж, негативный. Русский немец в литературе, за редким исключением, когда на него как-то на такого меркантильного, сухаря смотрят. А в принципе русский немец – это позитивный литературный персонаж абсолютно. В принципе, да. Вот. И почему это не восстановилось? Потому что это только сейчас начинает восстанавливаться. Мы были просто обезглавлены. У нас... Ну хорошо, Раушенбаху повезло. Раушенбаху повезло, и его королёв из трудармии вытащил, из Нижнего Тагила, снар. Его спасли. А ведь тысяч других не спасли, наших писателей не спасли, наших учёных не спасли. Понимаете? Они погибли. И мы превратились просто в самый отсталый, необразованный народ в Советском Союзе. Фактически. Поэтому это же должно несколько поколений вырасти опять, чтобы мы опять были теми, кем мы были когда-то. Но... Вот давайте пройдёмся вперёд. Голубий Государьевич, расскажите, объясните, основные очаги немецкой культуры вот внутри современной России. Где они находятся? В Москве, в Саратове, в Сибири? Куда пойти, где увидеть театр на немецком языке, работающий? Ну и там... Можно было бы одним словом ответить нигде. А ситуация такая. В чём заключается антинемецкая пропаганда? Или заключалась? Почему ничего не слышно сегодня о российских немцах? Или раньше не было слышно? Да, потому и не было слышно, что мы были немцы, а война шла с немцами. Вот и всё. И... Ну, извините, я, живя в Москве, вообще этого не ощущал. Но в годы войны я не жил, ещё не родился. Но не было проблемы советских немцев психологически в 60-е годы. Вот... Нет, психологически это появилось, когда возникла возможность возвращения. Немножко проиллюстрировать это. Да, да. В 64-м году, когда вышел указ о снятии обвинений, содержавшихся в указе 41-го года, мы ожидали, что не только обвинения будут сняты, но и наказания будут сняты. То есть мы, как все остальные репрессионные народы, получим обратно свою государственность. Это не произошло. И мы направили тогда две делегации в Москву, встречались с Микояном, я был среди участников этих делегаций. И... Когда мы ставили там вопрос, у нас нет фактически немецких газет, но и слебен была газета не для российских немцев, а для российских немцев. Штат работников там был, фактически из тех, которые были в советской военной администрации в Берлине после войны. И они к российским немцам имели такое же отношение и вели себя примерно так же, как, видимо, оккупирующая страна должна вести себя по отношению к оккупируемому населению. Серьезно? Я спорю. В «Московских новостях» был замглавлен дактор Лан Фанг, а его дочка со мной тоже училась, но по другой фамилии, в университете. Он русский немец, Лан Фанг. Я его хорошо знал. Вот ничего подобного он мне не рассказывал. Он и не мог рассказывать, потому что не должно было это звучать где-то. В журналистском кругу. Но мы все рассказывали, мы ничего не боялись. Но было что-то сокровенное, что не рассказывал никто из российских немцев. Единственная немка в редакции, Нойс Лейман тогда, центральная газета так называемых «российских немцев», была Мария Фогель. Это мать Альфреда Шнитки. Половина была еврейской национальности, журналисты и творческие работники, половина русской. И на приеме у Микояна члены делегации поставили вопрос, ну как же так? Немецкой газеты там даже немцев-то нет. Как нету? Будет. И тогда было принято решение пополнить национальными кадрами. И пополнили. Треть была уже. Такой национальность и треть. Такой, и треть такой. Это, что касается 60-х годов, середины 60-х годов. Но были ограничения и в образовании российских немцев, и, естественно, в том, по каким институтам их можно принимать, а пока им нет. Сельское хозяйство, да, но педагогически можно, но там с шахтерами там связаны, это тоже можно. 60-е годы. Я помню еще как раз в 65-м или 66-м году вышел фильм, где исполнялась песня «Течет река Волга» Льва Ашанина, да? Так вот мы, собравшись на этой делегации, попросили редакцию Нойс Лебен опубликовать текст по-немецки. Один из наших писателей перевел эту эту песню. Она, ну, действительно, трогает по-волжскому немцу, ну, ну, глубже некуда. Редакция центральной газеты и дательство «Правда» не могла себе это позволить опубликовать это. И полгода она добивалась разрешения. Почему? Тексты песни на немецком языке в советской газете немецкой. Да. Почему нельзя? Это была система. И почему нельзя? Потому что это может вызвать ностальгические воспоминания о республике немца по-волжье. Вот как это было. Ветерик Густавович, ясно, что главное, почему не была восстановлена, в отличие от других автономных республик, на Северном Кавказе, которые были восстановлены, их автономия после всего этого. Понятно, потому что была федеративная республика Германия, реваншистское государство, ну, по тогдашней идеологии, в частности, кстати, осуществившая свои мечты, там, реванш, объединилась Германия. Это вот было главное. Чисто политическое... Патернализма боялись Германия. Да, только, да, а не потому, что... Могу вас разочаровать. Мне пришлось спокойно Маджубеем, как-то мы по соседству встречались. Большой демократ, да. Да, Маджубеем. Маджубеем, сядь Хрущева. Я ему задал вопрос. Да, известие восстановился. Вы когда-нибудь с Хрущевым беседовали, почему вот с немцами российскими или советскими произошло? Он сказал, да, беседовали, очень много обсуждали эту тему. И он даже, мне напомнил, сказал, что очень активно, особенно Анастас, Микоян выступал. Но примерно то, о чем вы говорите, видимо, сыграло вот эту политическую роль. Хотя вот мнения были различные по поводу раз эти восстанавливаются. Еще одна причина. Еще один вопрос такой был, значит, что тоже вот Луна Глусович тоже имеет под собой основание. Как говорится, достоинство или недостатки продолжения наших достоинств или наоборот, очень держались за немцев. То есть это было мощное, сила, рабочее и так дальше. Было невыгодно из Казахстана, из других регионов, где они осели, что это может подорвать экономические устояки. И вот это такая версия была. На Цельне все знали, что там, в частности, там, где немец директор совхоза, там больше порядка. Я вполне понимаю вас, как и миллионы и десятки миллионов российских граждан, что у них может быть совсем другое мнение, чем у российских немцев. Предубеждение к некоторым другим народам не будем называть. Существовало. Но не к немцам по Волжи. В Москве вот я этого... Немцы в Москве практически не жили. Они жили за Уралом. Так проблема, почему не была восстановлена республика немцев по Волжи в середине 50-х годов, когда были все остальные репрессивные народы получили обратно свою автономию, а мы нет. Для меня долго было неясно. Я тоже думал, что может быть это следствие войны. Чуть ли не каждая вторая советская семья у них погиб кто-то на фронте с немцами. И это не может не оставлять равнодушным человека. И естественно какое-то предубеждение. Но речь шла о другом. Даже когда в 50-х годах начали изучать вопрос а хотят ли российские немцы или восстанавливают ли им российские немцы, то во-первых находились и российские немцы которые говорили нет мне не нужно а почему они говорили так потому что они пять лет провели за колючей проволокой что женщины что мужчины причем по половому признаку были разделены дети оставались одни где-то на произвол судьбы старики тоже и пройдя через эту трудармию где я считаю что где-то около трети взрослого населения нашего погибло кто еще мог позволить себе выражать мнение что да я тоже хочу республику это несправедливо и так далее и так далее что было бы после этого но когда мы были у Микояна второй раз летом 65 года но опять же по этому же вопросу несправедливо